Община КМНС получит окружную поддержку. Вице-спикер Матвей Чупров принял участие в заседании конкурсной комиссии на право получения в этом году грантов из регионального бюджета семейным родовым общинам коренных малочисленных народов Севера в НАО. На предоставление грантов предусмотрено более 3 миллионов рублей. Всего в адрес окружного департамента внутренней политики поступило 16 заявок. В результате рассмотрения обращений ненизких общин комиссия решила одобрить все поступившие заявки. Окружную поддержку получат общины ВТУ, Тапседа, Виндер, Елумпт, Сармик, Варк, Иллипс, Нерута, Опседа, Лимбя, Сявта, Моранга, Северное Сияние, в том числе и новые общины Мяттер, поселок Устькара и Тарем, село Ома, Вита, поселок Индига. Денежные средства пойдут на улучшение материально-технической базы, в частности, на покупку снегоходов, сообщил специалист департамента Анатолий Талеев. Отмечу, что гранты семейным и родовым общинам предоставляются в рамках реализации государственной программы НАО «Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера» в Нинском автономном округе. Помощь из бюджета округа получают общины коренных малочисленных народов Севера, деятельность которых связана с сохранением традиционного образа жизни и развитием новых форм хозяйствования. Благодаря поддержке окружного бюджета общины для ведения своей хозяйственной деятельности могут приобрести вездеходы, снегоходы, обновить чумы и закупить национальную одежду. В Нинском округе утверждена величина прожиточного минимума на третий квартал текущего года. Она составила на душу населения 19 599 рублей, что на 464 рубля ниже, чем во втором квартале. Для трудоспособного населения этот показатель составил 20 581 рубль, для пенсионеров 16 031 рубль и 20 584 рубля для детей. Как сообщили в профильном департаменте, снижение прожиточного минимума связано со снижением средних цен на ряд продуктов питания, входящих в состав потребительской корзины. Так, по сравнению с третьим кварталом 2018 года, цена на гречневую крупу снизилась на 18 рублей за килограмм, на 81 рубль 35 копеек подешевел маргарин, кисломолочные продукты на 31 рубль 59 копеек. В список также вошли творог, мука, масло сливочное и подсолнечное, соль, яблоки, вермишель, морковь, свинина и другие позиции. Напомню, величина прожиточного минимума используется для оценки уровня жизни населения Ниньского округа при разработке и реализации региональных социальных программ, а также для оказания необходимой государственной социальной помощи малоимущим жителям. Наринмарская агломерация планирует внедрить систему по отдельному сбору пластика. Пилотный проект инициирован инвестором и поддержан окружными профильными ведомствами и муниципалитетами. Об этом сообщается на официальном портале администрации Ниньского округа. Как рассказал в ходе расширенного совещания при главе региона руководитель профильного департамента Альберт Чабдаров, сейчас в администрациях Наринмары поселка Искатели определяют места расположения контейнерных площадок. Совместно с муниципалами Росприлотнадзором провели совещание. Субъект малого и среднего предпринимательства у нас готов осуществить проект по раздельному сбору мусора. Пилотный проект планируется реализовать. Это 2-3 пункта в Наринмаре. Один из них, один пункт в Искателях. Сейчас ждем от муниципалов предложения по местам размещения. Соответственно, речь идет о пятой категории отходов. Это пластиковый мусор, пластиковые бутылки, которые будут транспортироваться на условно большую землю. Как пояснил Альберт Чабдаров, сбором пластика будет заниматься инвестор, у которого есть пресс для полиэтиленовой тары. После всех процедур пластик будет вывозиться из округа для последующей переработки. В детских образовательных учреждениях Нинского округа планируют внедрить систему безопасности, исключающую возможность влияния человеческого фактора. Соответствующее поручение Александр Цибульский дал в ходе очередного оперативного совещания. В частности, глава региона заявил о необходимости введения запрета на свободное посещение взрослыми школ. С понедельника попасть на территорию общеобразовательных учреждений родители смогут только в сопровождении учителя. Школа, детский сад – это территория, где могут находиться только дети. И поверьте, это крайне эффективно, это будет не нравиться родителям. Они, наверное, будут написать жалобы, но значит, надо это перетерпеть. В сущности, надо говорить, что ошибка в этих вопросах может иметь трагические последствия. И мы, к огромному сожалению, это испытали каждый на себе. Поэтому я прошу вас еще раз собраться и всех родителей я прошу отнестись в этом смысле к пониманию, к этому решению, что с понедельника школы должны стать территориями, на которые взрослые могут находиться, даже если это родители детей, только в сопровождении учителей. Просто свободного прохода учебных учреждений взрослых людей не должно быть. Помимо экстренных мер, глава региона поручил внедрить в школах и детских садах региона систему безопасности, которые позволят исключить влияние на них человеческого фактора. К исполнению соответствующего поручения, по словам Александра Сыбульского, уже приступил департамент цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ниньского округа. Как это должно выглядеть? Должна быть карточка у каждого родителя, на которой должны быть прописаны основные данные. Фамилия, имя, отчество ребенка, степень родства, фамилия, имя, отчество забирающего родителя, которые внесены в список, которые родители определят для людей, которые имеют право забирать детей. Это может быть бабушка, дедушка, няня, в зависимости от того, какая ситуация в семье, какое устройство. Дальше должен на входе стоять считыватель карточек, который прикладывается к карточке, который дальше проверяет эту информацию. Значит, надо эти сделать датчики либо по отпечатку пальцев, либо по определению лица. Ну, как бы уже сегодня у каждого там флайна у нас в телефоне это есть. И затем система должна сама определять, есть или нет доступ к человеку, который подошел с этой карточкой. В случае, если эта карточка утеряна, чтобы никакие чужие люди тоже не могли туда зайти. Технические варианты решений глава НАО поручил проработать в максимально короткие сроки. Пенсионный фонд России напоминает, как правильно и без последствий распорядиться средствами материнского капитала. Материнский капитал – мера господдержки российских семей, в которых, начиная с 1 января 2007 года, рожден или усыновлен второй и последующий ребенок. Размер капитала в 2019 году составляет 453 026 рублей. Право на его получение предоставляется один раз. Эти средства можно направить на образование детей, улучшение жилищных условий семьи, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции детей-инвалидов в общество. Обращаем внимание жителей округа на то, что средства материнского капитала можно получить только по безналичному расчету. Любые схемы обналичивания этих средств являются незаконными. При этом владелец сертификата на материнский капитал, который соглашается принять участие в схемах обналичивания, идет на совершение противоправного акта и может быть признан соучастником преступления по факту нецелевого использования государственных средств. Для получения сертификата на материнский капитал необходимо обратиться в территориальный орган пенсионного фонда по месту жительства или фактического проживания. Муниципально-унитарное предприятие «Комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию» предоставляет места под сезонное хранение легковых автомобилей, большегрузных машин, маломерных судов и контейнеров. Стоимость услуги зависит от срока размещения транспорта контейнера на автостоянке. Автостоянка находится на базе учреждения по улице Рыбников под круглосуточным наблюдением охраны. При въезде на платную автостоянку водителю необходимо предоставить договор квитанции об оплате за парковочное место. При принятии транспортного средства на хранение составляется акт осмотра. Где идет проверка принадлежности транспортного средства, наличие повреждений. При возврате транспорта владельцу составляется акт возврата. Забронировать парковку на предприятии можно по телефону 4 2065 или обратиться по адресу улица Смедовича, дом 21. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ